Важно! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Всегда имейте с собой записную книжку. Я уезжаю сегодня, 15 мая 2016 года, воскресенье. Сегодня у нас день особый. Отмечают 25-летие начала восстановления Потеряевки, которое образовано было в 1818 году, но и считают 18 и дальше сколько уже идет. 18, ну, считаю, скоро уже 200 лет будет. 200 лет, вот через 3 года, 200-летие, начало восстановления. Когда приехали первые поселенцы из России, Потеряевы, фамилию их, и они жили, у меня даже есть там, как их звать, Венедикт, и дальше идет Иван и прочее. И приезжала Евдокия Титовна. Ну, какие имена-то были? Титовна, Тит. Ну, где-то еще не встретишь ты где-то. И дальше Венедикт. Это все в одной семье. Там Фрол. Даже во всем, вот, когда люди по-своему дел, где? Брось собаку, попадешь в Игорь, говорит, или Сергея. Где они гляньте, все, Сергей, 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 Сергей. Вот. Да. А уж Никита не так часто встречается, но тоже у нас деревня только не просто два Никита, Никита Андреевича оба. У нас в церкви было, приезжало четыре священника, из них три Михаила. И вот спрашивает, кто это Михаил? Какой? Один молодой был, в Москве. Старый. Ну, два старых-то. Какой? Лысый. Ну, да надо, нет. Старый, лысый. Ну, если это был бы Климент, значит, Климент. Еприм, Еприм. В правительстве был Климент Епримович Ворошилов. Его же никто не обзывал за это, Климент Епримович. То есть даже в этом вот такое оскудение. Вот одна есть такая, я не знаю, чуть ли не героиню ей присвоили. Женщина, памятник поставили, это точно. Мне кажется, одиннадцать сыновей было, и муж, и все погибли. А на фронту представила, говорят, роту одна. Ну, было там, вот у моей бабушки три было сына, мои дядя, моя мама, родные братья. И какие названия-то? Макарий, Филарет, Эммануил. Ну, нет, нет, это, ну, а отец Егор Илларионович. Даже Иосиф Виссарионович. Иосиф еще встретишь, а Виссариона... Вот, вспомнился, и Фибу покажу. Я говорю, вам ничего не сделать, но вы какие-то советы давайте людям. Вот у нас в общине старшая Ливия. Ну, ты найдёшь, я Ливию не встречал. Не Лилия, а Ливия. Страна Ливия. Да страна-то взята, откуда-то название, позже может быть. И дальше кто? Агния. Вторая девочка, Левонита. Да ни в жизни найдешь. Я только в Америке встретил, в семье, в Орловых жил Никиты Феоктистовича. Никита и Феоктистович. Вот, заледите, я Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, найдите. Игнатий, есть Тихон, есть Игнатий Тихонович. А мне по радио выступал, когда как поэтично звучит ваше. Это всё привлекает. Это я, к примеру, вступление делаю. Ты вот услышал об именах себя, раз, записал. Имена стандартные. Я делал разработку. Сегодня встречаются мужских имен не более 33. Я исследовал, спрашивал. 33, а сколько всего? 750. Ну и теперь выводи процент. Сможешь вывести процент? Всё. Компьютер дай. Да компьютер уже не поможет. Это процент. Корни здесь там ещё могут. Какой процент? Процент от 5 до 7 процентов. И у женщин имен меньше. 250. А на слуху сколько всего? Не больше 25. Женщина вообще как-то более сжатая чем-то. Начинает, называя это Светлана. Родилась чёрными волосами. Ну видно, девочка тоже чёрная. Тёмная будет. А как-то там Мелания. Мелания это тёмная. Переводится. И называют Варвара. Варвара. А ребёнок растёт такой ласковый. Как-то проявляется. А Варвара означает грубое, невежественное, варварское. У мужчин был варвар. А сегодня варвар это человек просто язычник какой-то. Грабитель, убийца, варвар. А это имя было. Разбойника. И он не знал, как угодить Богу. Убил где-то трёх священников. Там 150 человек, кажется. Ну и чикатило был. И обратился к Богу. Он не знал. То есть веры в искупительную жертву Иисуса Христа не было. И он что? Ну, я грешник. Я грешник. Вот смотрите, остров. Фильм острова Лунгина. Павла. Вот идёт, шагает. Он уже после войны там лет 15. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И он давит там этот мох, мороженый, всё. 15 лет. Он не понимает, что за него умер Христос. Ты покаялся. У тебя уже радость спасённого грешника. Он ничего этого не имеет. И этим Пётр Мамонов и заканчивает. Он и сегодня такой же. Говорит о Боге, надувается. А ничего нет у этого. Какой-то он рок-музыкант был где-то. Христос умер за нас. Христова кровь омыть сильна нечистоту порока. И отойдёт от нас вина, как запад от востока. Ну, вот это четвертише. Четверостише. Ну, повтори. Нету этого. Есть такое поёт, Сумсектантов. На Голгофу, на распятие, Иисус идёт, струи крови по дороге из раны льёт. Это мой пришёл Спаситель Божий Сын. Я к ногам его пронзённым с раскаянием иду. Грех мой кровью причистость смыть молю. Да, смыть молю. И это вот состояние грешника, покинутого, переполняет всё православие. Спасённого грешника я практически не встречал у православия. Нету. Он всё время. А я вот там-то то-то делал. Ты помни это. Но это грехи твои. Я взял, Господь говорит, ты бросил, захребёт себе. Так у меня грехов много. Ты океан был, плавал когда? Что такое океан? Ну, океан что такое? Муслим Агамайев поёт, когда Бухенвальд. Бухенвальд и океан. И показывает, как волну поднимаются. Это люди. И вот в океане любви Божией одна искра погаснет или нет? Да, она даже не долетит, погаснет. Бездна, бездна призывает голосом водопадов своих. Какая бездна? Бездна моих грехов, бездну милосердия Божия. У Зигатбена, там у Златоуста всё это показано. Давай. Оп. Она мылится сюда. Вот какое дело. С чего мы начали говорить? О том, что всё у нас оскудевшее. Я побыл у вас, приехали мы позавчера, где немножко посмотрел, как работаете. Ну, Володя мне, я сделал какие-то замечания, он знает. За всем смотрит где-то. Отдельно вот вы здесь двое. Мы с Сергеем уезжаем, мы приехали. За нами даже сегодня приехать тоже. Вообще-то можно посмотреть, полная нет ещё машины в архиерея была и дать сигнал. Там ещё один священник вчера приехал, он говорит, один на машине тоже. Он на моей машине. Значит, сегодня дать сигнал, может быть, и... Надо с ним поговорить ещё. Поговорить надо. И всё у нас трое только с нами. Это сестра одна, Татьяна Капустина. И всё, и тогда не надо приезжать, тому будет. Это надо сделать сейчас. Только выйдем и сейчас сразу бегом туда идти. Что я увидел в мух? Сергей уже знает, я его пилил. Тебе особый наказ, Сергей. На жаре везде очень хорошо закрывается. С башлуком и прочее. Понял? Ты знаешь сам, у тебя была болезнь, она даёт метастаза иногда. У него было такое. Завопили, тут у него шишками пошло. Я говорю, никуда не езди. Святой водой протри, там, елеем батюшка помажет. И закрывай шеи башлык, стоящий воротник, как у Кутузова там у кого. И всё. Всё, на этом. Подмышкой снова тоже. Подмышка это пот, это сердечная болезнь валерьяна. И коты подмышку по этому морду сают туда. Они кайфуют на этом. Вот. Что я заметил? Тебя я уже довольна. Ты писал, что тебя... Ты... Да далёк у тебя бумага-то? Или потерял её уже? Не, не, есть. А? Могу поискать сейчас достать. Поискать. Вот это наказы. Заминированное поле души человека. Поискать. Значит, наладь ловлю рыбы. Твоя работа. Мордушки здесь есть. Не знаешь, Володя попроси поможет где-то. Чтобы она не оторвалась. И погляди там крепкие новые верёвочки там что-то сделать. Везде каждый вечер выхлопать. То есть смотреть за этим. Какая-то у тебя что-то была обязанность. Ты как... Вот Виталий приехал, он такой же. Ветер в юбке. Как будто бы первый день сегодня родился. Вчера я специально сказал. Сейчас, видите, этот идёт на час-то... Сейчас простоит на службе? Простоит. А потом идея говорит, что отправлять баню. Я пришёл, чтобы мы готовы были. Но это послушание, это в монастыре везде так же. Моление идёт, а кто-то печи там топит, кто-то хлеб пищёт. И послушание. Не так, что все ушли и мёртвым замерло. Я прихожу. Первый иду я всегда. Пока я пойду. А вы-то сидеть будете. Я сказал, быстренько в лагерь и отвезти на тот костровый пруд, то, что у нас там зелёные ветки где-то. Тебя долго нету. Второй тящится. А этот вообще уволень. На животе уже сало наростил. Убрать свинину эту. Вырезать всё это. Как? Утром сегодня идти на службу. Пьёт воду. Этого никогда не делали верующие. Никогда. Запомни. Иначе кружки твои полетят отсюда из дома. Сидит уже, хлюпает. Вот смотришь по телевидению, там выступает кто-то. Православная-то и кружка рядом. А компьютерная система, главный, выдаёт рисунок. Ну, какой-то она выбирает. Я не знаю, на чём это основано. И он с кружкой так и сидит. И заглох. Самый наглый в мире поп. Дмитрий Смирнов. Ну, люди хоть ничего не знают, да хоть деньги с них взять. На крещение приходят. А что с сектанты? Да образуйте все вместе. Идите, бейте, крушите, ломайте, бейте. Ну, это не экстремист, это варвар. Его судить надо за эти слова. Судить это вопреки Конституции, вопреки совести. Бейте, крушите. Ну, ещё ты к любви Божией привлёк. Будут они. Попутно я рассказываю. Мы беседовали в городе Фрунзе, баррикадная 34, у моего брата Павла. И там пришли баптисты. Один из них, Кошнарчук Иван Данилович. Исповедник. И когда меня осудили, он из Фрунзе прилетал сюда раза два на суд. Вот какая ревность у него. И мы там беседовали о многом, о тысячелетнем царстве. И тут же его дети были, дети все, рослые, высокие. Ну, просто мужчины настоящие. Все уехали в Америку. И из них один его сын переписывается со мной. И вот он там же был. Тогда они ничего не приняли. Но если бы говорил, да ты, сатана, да. Вот как сейчас в интернете. Патриарх с папой встречается, два беса встретились. Это вы их такими сделали. Это, как правило, миссионерские отделы. А сатанелы так называют. Патриарха так называют бесом и прочее. И он там не принял это. И не их учение-то. Ну, вот в Америке у него случилась какая-то поломка машины. Все уехали, видимо, за деталями. А он остался один там ночевать где-то в Америке. Он мне об этом звонит и говорит. И когда остался один, там ходил, гулял и стал размышлять. Может быть, при Луне. И вспомнилась наша беседа. А спустя это было 25 лет. Но если бы говорил, да ты, сатана, да баптист, да. Он бы что вспоминал-то? Он бы скришетал зубами. А он вспомнил и по порядку восстановил. Игнатий говорил так, что тысячелетнее царство идет с Голгофа началось. Потому что для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дьявола. 3.8. Первое послание она. А если он их не разрушил, значит, это был не Христос обманщик. А как разрушил? Ну, то, что извлек из преисподней души. А как может он прийти сильный и разрушить, если не сильнее его сосуды? Матфей говорит. Христос, Евангелие от Матфея. И он понял, да действительно так. И евреям 2.14 говорит, как дети причастны плоти и крови. И он воспринял оное. Христос, добыть смертью своей, лишить силы, имеющей державу смертью, то есть дьявола. Смертью смерть поправил. А где он и лишил? Связал его на Голгопе. А откуда? Связано тысячу лет. Там началось. Где связано, там начинается тысячелетие. Да, знаете, это правда. Как же мы тогда говорили 25 лет назад-то? И он мне позвонил. Я везде сейчас говорю. Заблуждение у сектантов, у всех баптистов. 25 лет лежало, как фараонная гробница, это зернышко. Его через 3000 лет раскупорили, и оно дало растоп. Если бы я его проварил в кипятке, ничего бы не дало. Вот эти вот финики дают, их проваривают. От них ничего нет. Видишь, какие они есть? Они же не такие. Ничего нет. Я попутно говорю. Попутно. Я как-то покупал, не покупал, а видел, веники покупает какой-то узбек, туркмен. И он берет, его долго колотит, дает. Я думаю, зачем? Он семена отбивает, чтобы они не садили. Свои будем садить, я его покупать не буду. И вот я посмотрел на вас. У вас вперед промышлений какого-нибудь. Я сказал, идти туда. Бежать, наверное, бегом. Я тебе говорил? Бежать бегом, молодые люди. Чего ты вчера не побежал? Опаздываешь, во-первых, он уже ушел. Ты все еще копаешься, капуша. Копаешься, сидишь, теперь вышел. А я в ваню уже захожу, вижу, идет. По сторонам, то есть посторонний, совершенно отсутствующий взгляд, как после глубокого похмелья. Мне кажется, клещ ползет. Подойди. Подфотографируй, Володя. Ну-ка. Да? Да. Много вещей-то тут много. Возьми потихоньку, Никита. Три у него. Вот туда. Крупным планом. Это не касается. У него шесть лапок, и он двумя держится за травинку. Время не касается. За травинку сухую держится. И как только ее колебнут, к травинку-то. У него он отпускает, а четыре у него все время как антенна. Он сразу цепляется, еще под ним есть. Как он знает-то? Он ползает на травинке, и король говорит, ты ему это жизнь продляет. Потихоньку возьми его и сожги. Если я задавил ногтем, руки промыть. Тут энцефалитных ключей нет. Это все попутно. Почему ты вчера не побежал, зная, что он уже там? Я бы знал, что я его догнал бы все равно. Сколько тебе лет? Тридцать восемь. Ты должен бегать, как лось. В лесу. Он бежит, только трещит перед ним все. Мне уже почти 55 лет было. Меня еще никто не видел ходящего шагом, когда я на работу иду. Железнодорожники работают, ремонтируют линию. И они говорят, подожди, мужик, скажи, ты шагом ходишь когда-нибудь? Я говорю, нет. А зачем? Шагом успеваешь. Поэтому много успеваешь. Много. Вот говорят, в Америке хирурги делают операции. Если пять, то русские только одну. Ну, самый лучший хирург. А почему так? Да потому, у него, говорят, рядом шесть кабинетов. Я читал, как это. В первом кабинете. Там человека рассчитано до минуты. Он знает операция, сколько займет места. До минуты. Сигнал, видимо, дают. Это у заканчивания. Там уже что было. Тут первый вскрывает живот. Все это разворачивает человека наркозом. Зачем он заниматься будет, что лаборант любой сделает. Дальше. Он на самом последнем этапе. Когда все вскрыто, сердце рядом, теперь только рассечь и начинает делать самую сложную операцию. Вы себя определите в это. А это из кабинета в кабинет. Его перевозят, больного. А у нас врач бегает. И он сделает три операции на сердце. Нашелся такой врач Чеглицов. И что? И тут же умер. Улица Чеглицова в Барнавле. Так? В это время, когда он умер, хоронили. Я работал на практике и видел, что такое венков несут. Больше 50 хирург алтайский. А если бы он делал одну операцию и две, и когда не вскрывать ему ничего не надо, по-другому было бы. Это все попутно, говорю. Для того, чтобы на тебя наехать. Виталий. Ты пошел шагом в развалку. В это время он ушел раньше. Он помог погрузить. Или даем быстрее нагрузить. Заботы никакой. Кто мне сказал? Ты? Мы в баню. Я говорю, первый я иду в баню. Мне кое еще постирать надо. А потом идет Володя. А я с Володей вместе хожу. То есть туда, чтобы не идти. Он даже с Володей. Ты говорил вчера? Конечно. Конечно. Но я не знал это, что вдвоем мыться. Может там втроем мыться. Даже и больше. Но я хожу один. И что? Когда идешь оттуда, быстро домой идти. В первую очередь. Теперь сказали без разговора. Ушли. Рассказал. На Костровый пруд. Пройдите по дороге подальше. Там сверните. И с той стороны через сетку перебросьте. И все. Корову не достанут. А потом только по борту закрыть. Чтобы ни одна не залезла. Если она залезет, ей некуда выйти. Она не выйдет тем местом корова. Она будет ломаться на шифре. Упадет. Он бык сломал ногу. Все. Теперь под нож. Больше никак. Он не может наступить. Но не сломал. Где-то дома прыгал он. Бывает такое в жизни. Ты пошел шагом. Еще раз задаю. Почему пошел шагом, когда знаешь, что надо торопиться. В этот срок, пока я выйду из бани, вы должны отвезти и вернуться. Я заполняю вам время. Вы не можете временем распоряжаться. Почему не побежал? Понимаете? Ой, а почему не отвечаешь? Да отвечать нечего. Есть такая поговорка. Олух. И говорят царя небесному. У царя небесного нет олухов. У царя небесного только герои. Считай 3-10 книг про Хаиа. Туда, Господи, веди твоих героев. То есть Иегова. Господи, туда веди. Почему об имени Иегова спорят? Не так переведено, не так создано. Об имени совов никогда не спорят. Я это совместил. Об этом никто не говорит. Почему не спорят о нем? Об имени сововов. Потому что он открылся с именем Иегова. У нас переведено неправильно. Ну, Яхванову нам непонятно будет. Иегова. В Библии говорится, синодальная. 8 раз Иегова. Научитесь произносить это святейшее имя. Иегова. Православия его нет. У меня в книгах, я его упоминаю 2800 раз. Пробудить. Так вы еще иеговист. То есть сознание какое. Одна старая обрядка. Прости, Господи, что я повторяю это. Она подошла к моей сестре и говорит. Вот брат говорит Иегова. Это еще имя сатаны? Вот как можно довести до какого состояния людей. Что имя Божие, с которым открывается Аврааму, Моисею, а они приписывают нищие сосили. Это все лежит на священниках, на попах. И снова вопрос. Почему ты не побежал вчера, когда знаешь, что там тебя уже ждут? Время нет. Время сжатое. Вы должны в это время явиться, когда я приду из бани. А я уже пришел, уже Володя моется, а у вас все нет и нет. И теперь звонит. А куда везти? Кто звонил? Я звонил. Ну, ты не знал. А эти-то где? Двое-то, когда я говорил. Тебе говорил на Костровы везти? Да. Зачем звонили, тратили деньги? Это два с половиной рубля улетело. Ну, понимаешь, вот сразу начинают вас судорогой шею сводить. Бить вас надо. Пороть русского мужика, как Федор Карамазов говорил. Братья Карамазов. Пороть русского мужика. И не дай бог попадешь в заключение, там тебя будут учить. Вот мы стоим на плацу. Там специально локалка, где учат людей, каким надо быть за языком-то. И он стоит, самые здоровые, крепкие такие перчатки. У них там, не знаю, свинец или что лежит. Когда бьет человек на пол, на повал падает. Так, подметать надо метелку. А где метелка, которые самые уже ознакомились, уже зубы в кармане держат? Где? А вон на том конце, там у него уже программа такая-то. Этот побежал, а этот теперь оборачивается. А тут у него стоит 54 человека. Так, стой! Слушайте, подло. Вас кто сюда звал? Я за вас думать буду. Метелка там стоит. Должен бежать каждый, отдельно. Не можешь бежать, ползи. Все 50 побежали за одной метелкой. А он стоит в руках у него, черенок от лопаты. Он плащет по тебе. Я ринулся бежать. Отец, не надо, ставь в сторонку. Меня не пустил бежать. Почему? Дальше будет расправа. И он мне сразу говорит, там красный уголок, там журналы хорошие, иди почитай. Почему? Потому что мне один сказал, из них, видели, приезжал такой грузный мужчина, казах. Я был женатасе, Жамбульской области. Это из КГБ Жамбульского, из областного. И сказали, этого человека не трогать. Почему? У меня знак стоял особый. И поэтому для КГБ, ФСБ я благодарен. Я шел по санкции МГБ. И знак особый стоял. И предупреждение было, мне ни разу никто не ударил. Ни разу. Один только раз, когда беседовали, там уже я пришел за письмами, кажется, идулутбаев, рор, режимно-оперативный работник. Он, не крестись больше здесь. А я тоже у него в кабинете перекрестился. Он вот так вот по руке вскользь. Но он не ударил, можно сказать, вскользься. А этот политоделл что-то по-своему заговорил с ним. И тот сразу изменился в лице, потому что перед КГБ все на цирклах ходили. Так вы и по-славянски понимаете, вы считаете. Прям мгновенная улыбка на него расползлась, и все. Это зверь. Он скольких убил там людей, рассказывает. На него сколько пушений было. И он то в окно выскочит, то где люди освобождались, не пойду, пока его не убью. И он попятился сразу. Почему? Всесильная организация, компетентные люди поставили знак не трогать. Почему не трогать? Это они уже знают. Я не повинен был. А теперь за моими трудами, что я и говорил, и что говорил, писал, будут гоняться первые секретари. Приезжать потеряю, а как вы знали, что рухнет советская власть? Я везде говорил. А тогда у меня стихотворение было. Низвергнут Рим падет КПСС. В аккордах радуги Иудина колена. Христос воскрес, воистину воскрес. В аккордах радуги Иудина колена. Понимаешь, что совмещено. Аккорды, это для звука. Радуга, это для зрения совмещено в одном. Это не стихотворение. И они это все припомнили. Я говорю, говорил об этом. Почему? Потому что все временные, во-первых, вы все таитесь, все таитесь. Это везде секретари, генеральный секрет. И тайна это она. И тайна блудница сидит, написано тайна. Она будет неизвергнута. Я это знал на 100%. И молился каждый день о неизвержении этого сатанинского режима, на совести которого 100 миллионов погубленных жизней. А почему 100? Потому что Достоевский, пророк России, Федор Михайлович сказал, эксперимент с атеизмом обойдется во 100 отрубленных голов. Ему кто это открыл? Человек, страдавший даже припадками. Бог, вот спрашиваю тебя, ты понял, что бежать всем надо? Вчера ты один шел. Почему не побежал? Ответ один. Бежать надо было. И ты бы сейчас улыбался и сказал, я бежал изо всех сил. Я даже сейчас не могу как будто бы. И Никите сказал, неси лестницу бегать. Он тоже не любил бегать. Лестницу возьми, чтобы тяжелее было. И по нашей, где там живу я, на Ползунова 6. Туда и сюда с лестницы бегал? Бегал. Бегал. Во вред тебе? Нет. Никак. А ты не понимаешь, как? Теперь я побегу. Чтоб ты видел. Вот у меня была девочка одна, приехала откуда-то из России. И она, ну, непослушная была, я сразу определил. Я говорю, вот, ну, 20 метров до дерева, да беги туда и обратно. Надуло сразу. А почему я должна бежать? Я тебе рассказывал, как вот по комнате ходят. Одна идет, бабушка, другая не идет. Вот такая вся твоя жизнь. Она не идет. Так, слушай внимательно. Говори мне бежать. Теперь ты, командир. Она и на это не способна. Ну, тогда я своей бабе Вале говорю. Баба, скажи мне. Теперь я со всех ног бросился, два метра-то пробежал и назад вернулся. Слушай, что скажешь? Я унизил себя, нет? А ползти и проползу. Ты себе ставь сам какие-то правила, условия. Я вот заподнимаюсь, когда к голубям быстро. Я быстро. Почему? Потому что я в Варфлоте был. И там по лестницам запрещено, ну, по лестничным трапам запрещено ходить шагом. Оттуда, значит, ты вот так, ну, по сторонам ручки, ну, как согнутые перила. За них ни одной ступеньки не знаю. Уже ты дальше бежишь-то. И наверх бежать через три-четыре ступеньки перешагивают. Я вернулся, лет двадцать я еще на этаже не ходил шагом. Лет двадцать во мне это сидело. То иду, нормально, все. Как только подхожу в лестницу, у меня ноги перебираются. Так натренировали. В советское время. Вас никто не учил. Как правило, в армии не служили. И служили не тарас Болтон. Там сейчас не учат этому. Там не учат сейчас ничего. В одной Чечне башку расколотили три раза. Армия. В Суворово такая армия была. К Измаилу подошел. Город неприступный. На сто процентов знает. Пушки не летают, не стреляют. Ну, нету этой бисмарка у него там. Одна бомба выстреливает, полторы тонны летит. Сумели это сделать-то. Самолеты не летали. Которые солдат не жалел, как убивал Жуков, Георгий Константинович, самый безжалостный. Солдат не жалеть. Бабы новых нарожают. Это полководец. В ужас приводил даже немецких генералов. Не разминировали поле, посылает кого? Штрафная рота. Идут один по душе, штрафбат есть. Взрываются один за другим. Разминировали своими телами. А Суворов так не делал. Каждого солдата берег. И он отступил. Там, где его не видно, строите стену такую же, как Измаил. Город. Стил строят. А теперь штурмуют. И они до того, как штурмовали, по стенам ходили, говорит, по земле. И когда начался штурм, солдаты взлетели на вершину. И все началось. И он, я не знаю сколько, в семь раз, что ли, больше гарнизона был. Обычно, если на кто-то нападает, то штурмующих должно быть в шесть раз больше, чем обороняющихся. Ну, это там понятно где-то, где-то. И когда Паша сдал, там 70-тысячное, что ли, войско его. Я не могу, ошибка может быть в словах моих. И он говорит, дурак, такую крепость сдал. А когда будем штурмовать? Когда петух прокричит рано утром. А он по петушиному кричал, Александр Васильевич Суворов-то. И когда прокричал, как позевнул этот часовой. Последний раз позевнул, что скоро меняться, по крику петуха вставать. Суворовцы вышли. И Измаил был город взят. Я тебе говорю, учитесь бегать. А ты вчера показываешь на животе сало. Такой молодой парень наростил себе мамону такую. Не годится это. Сало требует воды. Вот ты его подпитываешь. Уменьши себе рацион водный. Питание тоже. Уменьши полпорции завтрашнего дня. И работай, работай до пота. Есть такое. Работать руками, работать умом. Работать без устали ночью и днем. А там уж что будет, то будет пускай. Так нужно работать мы дружно давай. Федоров Амулецкий писал. Ни одного стихотворения не знаешь. Ни книги не просчитал. Никита, по крайней мере, знает. Вся раз спросил, кто написал книгу. Жейнер. Кто написал? Шарлот Абранте. Пальцы? Но не пси-денибл, а Карр Белл. Все спрашивают, и тебе не ответишь. Он меня каждый раз даже этим приближает к себе. 38 лет прожила и умерла всего-навсего. Данная. Я как-то спросил своих, я говорю, а кто был зачинщик революции? Там Марат. А как он кончил жизнь? Его убило. Убило. Кто? Женщина убила. Как ее звать? Да ну же, это пустое. Но как-то проверить тебя надо. Почему это КВН-то играет там, какие-то вопросы задает и ребусы разгадывает. Пустое бывает где-то. Итак, вопрос. Почему ты не побежал вчера, когда знаешь, что это необходимо? Успеть вернуться, пока я выйду из бани. Я этот промежуток времени занял важным, потому что эту работу надо делать. Попутно, Володя. Если Господь благословит, ничем не заниматься, понедельник, всем выйти туда, еще две лопаты взять штыковые, как можно глубже прокопать там, который бугорок остался, и тогда начать дамбочки эти прорывать и тогда выпускать воду. А когда потечет, тогда уже в воде давать этот выход. Скорее осушить этот пруд, осушить, чтобы он просох, вода ушла вниз, и тогда мы можем загнать туда бульдозер. А если не будет этого, будет сделать, это необходимо. Это не прогресс, плотину не опрокинет. Я сказал, и вы друг друга побуждаете. Володя занимается, кроме того, голубями, смотрит все остальное, лагерь подправляете, это займет у вас не больше полдня. Давай. Насчет жердей надо еще дошкурить их. И Барабах же тоже просил помощи. Да, помощи. Сделать сначала выпустить воду, в это время уже просыхает. Полдня. За полдня вы сделаете все. Углубите и выпустите воду. И дальше забираете все лопаты оттуда и идете сюда. Можно даже одну штыковую оставить на случай, когда придете проверять. Ну, можно даже с этой. Но чтобы двое-трое знали, где спрятаны лопаты. Если тот уйдет, а я не знаю где. Я показал вчера Роман Устинов, как нам две толкушки сделал. Когда я вернусь, мы займемся ремонтом дороги. А пока они как... То есть, ребятишки будут ведерки собирать, щебень, который развалился, посередке, а вы только будете бомбить. Тренируйся. Ваша сила тут потребуется. Ты должен быть сильный, смелый, крепкий. Тогда мужчина. А так это тюхтя, требуха вонючая. Ничего больше нет. Я вам наказываю. Жить мирно. Володя Старший. Сказал все. Он звонит мне. Быстренько приступить к делу. Делать все быстро и качественно. Посмотри, как Роман сделал. Я много раз наказывал зимой. Его не было. Откладывали. И я ему сказал. Он тут же ко мне зашел. И там свалка железная есть. Давай вытягивать. И ручку сделал потверже. Больше, чтобы рука не захватила. Еще маленько круглым напильником. Внутри маленько. Посмотреть, подшабрить. Без меня дорогу не делать. Ну, если нечего будет делать, тогда так. Которые вокруг. Ведрами заносить. И где колея идет. В колею высыпать. И трамбовками бить. А бить по всей территории. Потому что делали зимой. И там застывшее все было. Трасса должна. 250 метров. Должна быть идеально сделана. Ровно. Ну, а потом на том-то ты знаешь, Володя, как делать. Там укрепить надо. Там не отрывать ничего не надо. Прям сверху набивать. Которые распорки делают. Если только благословит Господь, то в августе мы начнем говорить о том, что пришел бульдозер. Поэтому нужно средство будет. Нужно искать помощников. И это нам обойдется еще 1100 примерно. Потому что у нас два пруда. И мы замерили. 10 на 10 метров. 4-5 вниз. Ну, много. Туда завезем соломы. И по краям начнем армировать. Это дело. А потом также заранее выписывать доски. Это заранее надо привезти будет. Не как в прошлом году сделали. Досок нет. О досках летом позаботимся. Тем более, в 18 они на лесопромхозе-то еще должны. То есть ты должен виспевать везде. Это у тебя главное. Это действительно своей душой. Я к тебе обращаюсь. Ты разбираешься в этом. И надо смотреть. Это что-то там Путин говорит. Что это за голову? Какой? Прокомментировал размещение противоракетной обороны США в Румынии. Я смотрел. Ролик такой поставили. Как отмечали день победы 9 мая в Америке. Три друга. Два американца и русские. И они что сделали? Набрали с собой оружие. Русские свою эту винтовку Мосина. Которые с чем начинали войну. А те свою самую. И у каждого пистолеты. Набрали снарядов куча. И поехали. Столик. Все. И дальше они в мишени. Там где-то там дальше начинается возвышение. Видимо территория отведенная в полигон для стрельбы. И они стреляют. Американцы стреляют из этой винтовки. Кто как может. Один из них профессор оказался. Ну и показан. Там висит. Жестянка видимо ударит. Она сразу издалека видна. Она шатается как. А у нас как. Стоит на месте. Не знаю. Надо бежать смотреть. Даже простенькая. Натянутая на проволоке. Она сразу заболталась. И все. И вот они рассказывают дальше. А дальше. Ну все сделали так. Теперь. Что? Русский солдат был показывать. Шмот сала. Резать большими кусками надо. Вот. К нему надо чесночок. Лук показывает. Лук. Большая луковка такая. Хлеб ржаной. Как или. А эти американцы смотрят. Сидят. Вот с ними по-английски. А дальше комментируют по-русски. Съемка идет хорошая. Съемка видать на штативе. Не дорожит даже. Ну и дальше. Выпить. Выпить. Показывают. Бутылку. Съекнемся. У нас лимонад. Я заранее скажу. В Америке строжайший закон. Если у тебя оружие. Ни грамма в глазу не должно быть алкоголя. А у нас полупьяный. Там где-то бабахать будет. И ничего нету. Он знает это. И ни один. Нет. Порошинки нету. И дальше они будут. И американцы едят. А они свое тушенку там какая есть. Тушенка там. Какие-то конфеты им давали. Что воякам в войну давали-то. Они достали паек. Этот конечно говорит. Этот паек военный. Но изготовлен он в этом году был. Столько лет не держали бы. И американцы едят. Сало какое вкусное. Ну сало умеют готовить. Там лук. Им понравился и хлеб. И все. А у нас конфеты какие-то. Они не то что они не патриоты. Они в самом деле. Вот они. Теперь они все это сделали. После этого у нас еще снаряды то есть. А после обеда давай опять стрелять. А стрелялись и ехать домой надо. Приехали. И у русского видимо они сидят. И показывают парад на Красной площади. Вот это да. И они по-американски. А английски говорят. От этого переводят. Вот это зрелище. Ну нифига себе. И на газану вот сидят. Вот это да. Я бы согласился. А у нас что? Соберутся там где-то. Да еще за деньги. Никакого сравнения нет. И дальше президент говорит. А рядом-то с женой это китайский премьер сидит. А тут с Казахстана. Вот это да. И как пошли. Вот это выучки. То есть они восхищаются этим зрелищем. Конечно зрелище. Сколько они готовились. Которые техника. Танки привели. Три месяца только на этом учили. Три месяца. Чтобы пройти по параду. Это займет у нее не больше 10 минут. Никак. А вот это. А солдат муштровали. Два месяца. Ничего в руках нету. Только руками правильно махать. Идут как не хуже китайцев. Когда они китайские идут там на площади. Это все показывает. Американцы смотрят. То есть Путин. Один и может быть даже самый популярный руководитель в мире сегодня. А эти которые нападают на него всякие. Ребенок. Стоит маленький ребенок. Мать. И он ребенок заголил. И он его в пупок поцеловал. Педофил. Ребенка в пупок поцеловал. В животик. Это наоборот. Какой он простой. Какой он должен. Ну вот этот момент. А может было. Но ребенку 5 лет. Первый раз видит и никогда не увидит. Еще такого второго рисунка не нашли. А то педофил был. А то Христос сказал Петру. Любишь ли меня. Мужчина мужчина. Значит педофил Христос. То есть безумия нет предела никакого. А там мразь заползла в интернет. Президент. Он свое дело сделал. Отбомбился вернул. Никто не ждал. Только в Америке выступил там Керри. И говорит. Путин увяз как мы во Вьетнаме. Он не вылезет раньше 10 лет. А утром говорят. Так он вывел войска. Бомбардировщики вывел. Не может быть. Вот это да. Вот это утер нос обами. Сделал. Сколько там. Полгода были. Не знаю. С сентября. Они 30 сентября были. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Ну полгода. Чуть побольше. И он сделал то. Что тебе за 3 года не сделали. Я не одобряю ни то ни другое. Просто люди размышляют. На него нападки со всех сторон. Никогда не присоединяйтесь к Хулии. Ни на Обаму. Ни на Порошенко. Ни на кого. Нам дана заповедь молиться. Молиться о правителях мира. О царях и начальствующих. Молиться. Видишь откуда я заехал опять. Как дед Щукарь говорит. Я так вину. Ты меня не найдешь. Где я. В разговоре. Итак. Ты не бежал. Это вчерашний заключительный этап. Везде бегать только бегом. Бегом. Сказали идти. Лопату в руки. На плечо. И только бегом. Растряси эту мамону. Ты знаешь. Чтобы нормально было. Вот так вот кожа у человека. Если он есть. Вот так вот. Перегнуть он должен быть. 6 миллиметров должна быть. Складка. У тебя сколько? Ну-ка. Не считает это? Ну-ка давай. Ну что? Чушка русская. Ну повыше подними. Ну-ка. Ну друзья. Это в стороне от пупа. А тебя сколько Никита? Ну-ка покажи. Ну вот пожалуйста. Как у воробья на коленке. Ну Сережа сколько у тебя? Такой же. Вот один к одному. Значит ребята. Это для сердца нужно накачивать лишнюю кровь. Сердечник будешь. Не надо. Во всем ограничь себя. И ты уйдешь другой. Пример. Мы сидим в камере. 112. Я говорю о Христе. Только привели одного человека. Зам. Директора. И он тут же обратился. Покаялся. Как он плакал. Как просил прощения. Подлинное покаяние. Ну а тут-то речь. Третий должен. Директор обратился. Нас мгновенно вырвали из этой камеры. Трогать меня не трогали. Ну а тюрьма может делать. И нас загнали в подвал. В подвальное там помещение. Никого нигде нет. И мы теперь двое. Редькин Владимир Прокопьевич. Город Бийск. И у него вот такая вот амамона. Вот таким пузырем. Я даже не знаю где. Подушка то у тебя есть где. Ну а вот это вот я возьму. Вот. Держи-ка. Вот сюда. Дай-ка мне ее. Вот сюда. Подтолкни побольше. Ну примерно вот такой вот он. Вот такой вот. Вот так вот стоит. Я говорю. А это зачем тебе? Убирай. Она больше у него была. Потому что тут не пролезла под поясок у меня. И я ему больше один раз сказал только. Утром дают еду. А там была пустая чашка. Вон оттуда, который подают. А там вот так вот полка. Столик и полка. Все приковано. Он туда раз еду сунет. А пустую чашку берет. А за нами в глазок наблюдает. Хлебает как будто. А когда они отойдут. Он в это время чашку берет и в туалет. Господи, прости меня. Пускай рыбки поедят. Неделя прошла. Вторая неделя. Ну не больше половины недели прошло. Совершенно нормально. В рот еще не берет. И целыми днями плащет. А тут скамейка прикована. Он по скамейке ходит и поет. Ях, какой пивец-то? И мы поем. Мы целыми днями пели. Он полотенце через плещи повесил. И только утирает слезы и плащет. Как я жил. Да как я жил. Поедем где-то шашлык. Баран одного зарежен, а второй привязанный. Ждет очереди. Я рассказал, как ребенок они малину брал. И дети заметили. Берем малину для себя. А он отошел маленько подальше. И берет малину. А ребятишки увидели. Он берет малину. То не в кружку, а в рот. И они сразу ко мне говорят. А он, я сказал, по полной кружке наберите. А он ест. Подождите, я подполз потихоньку в малине. А он берет святые, Боже, ягодку. Святые, крепкие, вторую ягодку. Святые, бессмертные, помилуй. Он от себя вернулся. Он берет. Он очень хорошо берет ягоды. Понятно? А не так. Да ты давай мне. Мне не выполнение плана нужно. А чтобы ребенок Бога научился славить. И он это научился. Он это понял. Я ему рассказал, когда Володя-то. А у меня девочки растут. Да обе дьерутся между собой. Да такие злые, как звери. Отец Игнатий. Это от святой Божьей поет ребенок сам. Да кто я такой? И по это ходит, как петух по населству-то. И слезы вот так текут и текут. Не берет ни веды, ничего. И с него все это сошло. Вот и все. То есть ты не мужественный. Он мужественно поднялся. Туда, Господи, веди твоих героев. Отрежь себе это. Ко мне приезжает один священник. Я могу тебя назвать. Город Каменнаби. Каменнаби, Ермоленков отец Павел. Павел Алексеевич. Я говорю, они не басни рассказывают где-то. И его тогда епископ был Максим Дмитриев. Он тайно записать его хотел. Вопрос задал, что полное погружение. А у них Гордиенко там, священник-то. Бывший парторг. Партийный организатор. И он не хотел подчиняться. А он хотел доказать архиерею. Говорит, крестить полное погружение-то. Но его обнаружили. А там два благочинных было. Войтович и, кажется, Погиблов отец Михаил. Фамилии-то какие говорящего священника. Погиблов. И он из него снял ряску. Снял серебряный крест и магнитофон. И не отдал. С этим и уехал. А обращаться в суд ему нельзя. Правила церковные запрещают. А церковный суд не работал. 70 лет. То есть большего беззакония, чем церкви, нигде нет. Я пошел к прокурору края. Генерал-лейтенант Парасхуд Юрий Федорович. Я говорю, как делать? Обратиться в суд нельзя. Ну, директор завода. Допустим, с кого-то снимай. Я директор. Поэтому снимаю с тебя одежу. Отбираю тебе деньги. А в суд подавать ты на меня не можешь. Я директор. Ну, нет этого безумия. А в церкви как раз такое и есть. Он содрал с него все и не отдал, уехал. И вот он приехал, когда отец Павел, ему работать надо. Он с Игорем работал на золотых приисках. Потом стал работать на газели. Возить. В городе Барнауле деньги зарабатывают. Семья. Кормить надо. А потом пошел на стройку. А живот, он сам такой по два метра. Вот такой вот. Я говорю, будем бороться? Будем. Ну, я ему все рассказал. Он идет на работу. Берет с собой. Не берет ничего. На стройке. А он специальности это нет. Таскать тяжести. И он дома ломать хлеба. И вечером, кажется, на весь день один ломать хлеба. И работает. И он говорит, на один дырочка на ремне меньше. Еще меньше. Там третья дырочка. Нет ничего. А домой уехал. А там Надежда Павловна ему, то есть жена, опять пирожки, там то другое. Он приезжает и, гляжу, у него опять наращивается. Златоуз говорит, для чего тебе это нужно? Ты что, готовишься, как город Касаде, поэтому заправляешься, чтобы там не умереть с голоду? Ты разве животное, которое мы в жертву думаем принести? Надо, чтобы жирное было, стуком быка какого-то. Ну, что, для чего ты это делаешь? Ты же замечал, что что-то не то. Шесть миллиметров должно быть в перегнутом состоянии, то есть три миллиметра на животе. Весь Касад. Лес, вес лишний. Какой у тебя вес? Восемьдесят где-то. А? Где-то восемьдесят. Восемьдесят, а рост? Метр семьдесят один, семьдесят два. Семьдесят два это мой рост. Вот восемьдесят, у меня шестьдесят четыре килограмма вес. Ты сто пять отними. Метр восемьдесят. Отними. Сколько? Шестьдесят пять, что ли? Шестьдесят семь. Метр семьдесят. Метр семьдесят. Семьдесят отнять пятерку, сколько будет? Шестьдесят пять. Все. За этот предельный, это предельный, сколько у тебя вес может быть. Допустимо. От своего роста в сантиметр, отними сто пять. Это твой предельный. Меньше может быть. У меня поменьше норма маленькая. И работать. Я тебе рассказываю, на стройке я работал, на стройке. У меня все время двести восемьдесят, триста процентов было выработка. За трех мужиков. Я тебе рассказывал, как это делать. Ни одного перекура я вообще не знал. Вот утром взял молоток, начал молотить топором. И сто раз дошел, а что ты здесь? Ну как работать? Так все уже ушли. А сколько времени? Часов-то не было у меня. Так уже ушли. Я собираюсь, иду домой. То есть неукротимость у меня была в работе. Я ненасытимый был к работе. Один день рассказываю. Шесть печей отремонтировал. А мне там всего двадцать восемь лет. Я только через порог перешагнул и упал. Дом упал и тут же уснул. Вот как надо работать. До седьмого пота. Я могу говорить об этом? Потому что это моя жизнь. Я это расслышал, голос Божий. Ходил, Павел, этот, Соломон говорит, проходил мимо поля линейого человека. Все заросло, крапивы. А града пошатнулась, упала. Это про нас ведь говорится. У тебя все должно быть как есть. Все должно быть. А сегодня спортом заниматься. В деревне никто не занимался. Ты вот здесь наворочиваешься вчера с глиной, тебе не дать спорта будет. Спорт. А ты кланяешься, копаешь, деревья носишь, пилишь. Вот уже бускало работает. А в городе некуда. Город, куда энергии деть. В городскому человеку, Лев Толстой говорит, клапан только один, ниже пояса открыт. И поэтому блуд такой идет. Он как кобель бесхвостый. Больше некуда энергию дать, а некуда ему. Ему скакать, прыгать. Теперь вот культуристы, вот такие мускулы. А он работать не может. Он нарастил мускулы-то. Но она непрерывно с собой должна быть у него и до восемь раз в день есть. Восемь раз. Вот он какой, встанет, да руку согнет еще вот так вот. Но как женщина, она где-то есть, она обязательно ногу согнет, чтобы здесь выпукло было сзади-то. Вот так вот. И обязательно нога должна быть вот так вот. Даже он на руки поднимает, она еще руку, он ее поддерживает сзади. А тут, ясно дело, ты посмотри, как кость устроена. Ничего тут особого нет. Нет, она особая, у ней там что-то. А ничего и нет. Ну, понимаешь, даже движение, ты разбери, в чем дело-то. Это все блудное. Почему этот мир прелюбодейный, с ним нельзя дружить. Мирские привычки нельзя брать. Это нам кажется. А на что особенного? Не надо рассуждать. Бороду не трогай, весь мир бреется, а ты не брейся. Иаков 4.4. Прелюбодей и прелюбодейцы. Это к христианам говорит. То есть духовные проституты. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вот то, что ты делаешь по-мирски, это то, чтобы враждовать против Бога, стрелять в Бога. И в первом послании Иоанна он пишет. Кто любит мир, кто нет любви очень. А любовь к Богу первая заповедь. Любить мир. То, что в мире люди любят, вот это поесть. Пища должна быть неизысканная. Самая простая, чтобы она дольше держалась. И должна так перерабатываться, с тебя почти ничего не будет выходить. А сейчас только одно. Налопался и лежит, пыхтит. Никогда днем не ложиться. Вставать в 4.40. Вечером старайся как можно позже, насколько можешь. Как можно больше. Тебе это не надо. Склонен к полноте. Убрать мамону. И тогда тебя можно будет видеть, что ты насчет Агодин. Вот. Володя старший, повторяю. Что, где, как. А они не понимают. Дверь заходит, стенки двери, Виталий заходит. Заходит в избу. А там вообще даже дверь не прикрыта. Любая скотина зайдет. Почему? Я тебе как говорил. Всегда все шторки не включать свет, пока тщательно не закроешь. Дверь должна быть все время закрыта. Спрашивай, узнавай, кто. Тебя ждет смерть до двери. Смерть. У меня рядом соседи, я живу. Старик пошел в магазин хлеба ковить. Приходит, бабка зарезанная уже. По сегодняшний день не нашли. Маленькая погоня милиция приходит, спрашивает. А вы не знаете, тут кто-то, студент потерялся, девушка потерялась. Это улица, маленькая улица. В центре города старого. Ты знаешь, сколько теряется? Каждый год теряется 50 тысяч. Совершенно бесследно исчезают люди. А вообще-то теряется больше. Где-то, я не знаю, там 115. Недавно я статистику милицейскую считал. И потом, да кому же сбежала? Никуда не сбежала. У женщины грудной ребенок. Она поехала за молоком. Дома двое детей. Ее видели, вот она сошла и пошла к молочному магазину. Дальше ее никто не видел. Как будто бы кто-то ее подхватил. А я знаю как. Парень идет на работу. Ну видно крепкий. В это время стоит газель. Парень, мы тут купили мебель. Ты не помог бы нам ее тут вытащить не можем-то? А он такой рубаха. Готов. Дальше он ничего не помнит. Он в газель, по башке его и в Чечню. Теперь рабом. Он проснулся, цепи какие-то на руках. Он дальше ничего не помнит. Его завезли. И таких рабов тысячи. Тысячи. И теперь он там живет год, два, три, пять. И все думает как убежать. Они на него надеются. И теперь он там где-то в яме. Он придумал как вылезти. И бежать надо не в сторону России, а бежать в сторону Турции. И через день побегать. Теперь поворачивать. Он рассчитал. И ушел. Пришел домой. Жены нету. Квартиры нету. Бомж. Один русский бомж. Но он сказал. Бомжом я не буду. Он пошел. Около кладбища у нас здесь. Песок. Он вырыл там. Такого же товарища нашел. Вдвоем живут. Зимой. Под землей. И на вокзал ходит каждый день. Работает. Я коплю деньги. Я все равно куплю квартиру. Вот это человек. Он промазал. Никогда, нигде не заходи. Ни в какую машину. У нас в уставе это написано. Нигде. Ты не один. Один, чтобы наблюдал за тобой. Поднимите. Купили, завезете. Так, иди дальше. А лучше не разговаривай. Не разговаривай. Вот и все. А что так плохо в рабстве? Ты что спрашиваешь? В рабстве идет только один епископ такой был. Два случая известны. Павлин. Павлин. Это не птица, а имя его Павлин. Если сын, то Павлинович будет. Мать подошла. Она и плащет. Сына у меня во время войны взяли в рабство. Теперь вот требуют выкупить. Иначе его там кастрируют. Евнух обготовят. Нет денег-то. А она не... Ну где же, владыка? Да я вот осталась одна. Так. Да идем. Он вышел на базар рабами торгует. Он встал. Подходит один. И кто просит? Ну я сам себя продаю. Себя продаешь? Сыну сына назвал, сколько требует. А что ты умеешь делать? Он говорит. Я садовник хороший. Садовник. Мне как раз и нужен садовник. Он его покупает. Видимо, от какого-то князя. Пришел в домовый прав и его купили. А ей дал деньги. Она пошла, сына выкупила. Кто пойдет сына на это? И он там работает. Работает в саду. Прививки делает. Говори, отец Павел. Вот только договорил о тебе. Ты вот он. Воистину воскресе. Спаси Христос. Почему ты позвонил сейчас утром? Я только сейчас пять минут про тебя рассказывал здесь. Как ты работал на стройке? Как ты боролся с мамоной? Позвонил, потому что рад, что в деревне состоялось. Я хочу с вами быть духом с вами физически слава. Ну, спаси Христос. Так, ты связался с кем надо. Не произноси никаких имен. Тебе сказал, сын, что там для тебя новый груз подходит. Ну, ладно. Я не могу с ним. Я физически. Но ты позвони и скажи, чтобы положили в другое место. Неприкасаемое, что оно будет ждать тебя. Да. Мы сейчас ждем митрополита Сергия. Должен приехать. Это Алтайская митрополия. Митрополит. Благодарю за поздравление с Днем Деревни, отец Павел. Я к нему поклон, тоже его поздравляю. Не буду его беспокоить. Да. Спаси Христос. Все. С Богом. Пойдем приехать, честное слово. Не смог. Ну, я знаю, не мог ты приехать. А ты бы приехал. Ну, ты знаешь, мы приглашали тебя. Все, все, отошел, да? Все. Отец Павел Ермоленко, о котором сейчас рассказывал. Время-то уже седьмой час. Надо Головачу-то позвонить или батюшке узнать. Давай, иди быстренько. Куда идти-то? К батюшке в дом. А позвонить же можно. Звони. И скажи, спроси у этого человека, возьмет он троих или нет с собой, который из Барнаула. И мы сейчас дадим отбой на Андрея. Андрей скажет, а ныне надо, если он берет троих, чтобы без нас не уехал. У тебя есть телефон, батюшка? Быстренько. Я увлекся тут. Ну, все на этом, Володя. Все понятно.